Всем привет, с вами Priya. Относительно недавно он начался Близком и сразу же при его старте для нас, игроков Warcraft'а, запустили сервера классики в режиме демо. Собственно, ограниченное время действия этой версии, то есть всего неделя, по-моему, со второго числа, 23 часов по Москве, до восьмого, что ли, около такого примерно срока нам дано, примерно неделька, чтобы потестить абсолютно все то, что было 14 лет назад. Это весьма классно, на самом деле. Кто-то играл в то время, кто-то не играл в то время. Я, к примеру, я начал каждый день ежедневно играть эту игру, вкладывая большое время, примерно с сентября 2010 года. Это был конец лича. Мне и в тот момент игра нравилась, а то, что сейчас представлено на классике, это просто вообще идеально. Давайте зайдем, посмотрим. Выдержаны, конечно, некоторые настройки, выдержаны стартовые экраны, черные полосы по бокам. Абсолютно все погружает в ту ностальгию, в то, что было очень давно. И это просто замечательно. Это непередаваемо, на самом деле. Это просто-напросто нужно ощутить. Конечно, многое поменялось в плане графики, в плане настроек, но все равно даже спулив двух мобов, будь они даже на два левела меньше тебя, ты все равно можешь отхватить от них люлей. Я вчера чуть не убился просто на стриме, при условии того, что сделал себе протвара. Насколько я правильно помню, из всех рассуждений и всего такого прочего, протвары были чуть ли не самыми лучшими танками в классике. Если, конечно, это не так, то поправьте меня, потому что я в этом не особо шарю. Вот и настроечки у нас абсолютно все. Тут, конечно, максималку надо поставить, само собой, чтобы и тени были поинтереснее, и графика почетче была. Громкость, ну, конечно, неудобно в плане столбиков сделано, да. Далее, что тут? Автообуск есть. Вроде бы на классике, в тот момент, когда я вчера стримил, люди приходили, играющие еще давно, либо, быть может, на каких-то неофициальных серверах, и говорили о том, что автообыска, в принципе, не было в классике. Я ничего насчет этого сказать не могу. Думаю, люди, рассмотревшие этот видосик, что-нибудь скажут насчет этого. Я хочу отдалить немножко масштаб интерфейса переделать, потому что слишком он как-то большой. Я же делал это вчера. А, да, вот она, минимальная. Нет, не то. Нет, это слишком. Вот так. Нет, может быть, вот так. Нет. Вот так. Так будет еще интереснее. В текущий момент представлена только одна локация, западный край для Альянса. Можно побегать, поделать крестики. Возможно, даже попасть в мертвые копья подземелья, если собрать группу вручную системы поиска подземелий. Нет. Если что. Календарика нет. Это немножко, конечно, интерфейс непривычен. Но, в принципе, можно с ним разобраться и спокойно играть на классике в свое удовольствие. Я даже то, что в конце Лича играл, я помню некоторые кнопки, древо талантов. Вы только взгляните на него. Оно же идеальное. Просто кайфовое. И, кстати, вчера было ограничение на время игры. Сегодня его убрали, что ли? И можно играть хоть сколько в течение недели. Это классно, на самом деле. Поддержка батлнета есть. То есть, можно даже написать людям, которые играют в текущий момент в БФА. Что еще есть? Различные энциклопедии помощи игрокам. Запрос можно будет отправить. Ну, конечно, в тот момент, когда классик выйдет. Выйдет классик летом 2019 года. Летом 2019 года мы будем играть в классик. Я говорю это заранее. И мы не просто будем играть. Мы будем создавать гильдию. Мы будем фармить. Мы будем качаться группой. И развивать контент на классике. Потому что то, что сейчас творится в Battle for Azeroth, меня не особо привлекает, если честно. Я в Легионе 2 часа. Ага, 2 часа, конечно бы. 2 года развлекался с этими в плюсами и локалками. А тут мне еще предлагают 2 года тем же самым заниматься. Ну, как-то не особо. Я люблю Warcraft, но не тот, который в текущий момент в БФА. Ох ты, он меня даже похлопал за то, что я выполнил квест. За Альянс. Репутации, навыки, прокачки оружия, навыки владения, прокачка профессий. Все есть абсолютно. При создании персонажа также даются некоторые профессии сразу. То есть, к примеру, я создал воина, мне дали кузнечку, мне дали горное, мне дали первую помощь. Почему-то кулинарию мне не дали. Почему? Вопрос хороший на самом деле. Ох ты, стрелы, патроны, метательные ножи, кремень и труд для того, чтобы сделать костер при навыке кулинарии. Это, кстати, я застал еще. Это в личе было. Это весьма классно на самом деле. Да, можно сказать, я в тот момент только начинал играть в момент лича. То есть, 2009-2010 год там раскачивался, месяц играл, полгода не играл. Но все равно некоторая механика игры в классике для меня знакома. Хоть она, конечно, и сменилась там с классики до лича, но все же весьма приятно увидеть что-то знакомое для себя. Хочу услышать ваше мнение насчет классики. Думаете ли вы играть, будете ли вы стримы смотреть. Мне интересна ваша вовлеченность конкретно в классик. Хочу услышать от вас мнение, хочу фидбэк. Всех благ, счастья вам, здоровья. Самое главное, берегите ноги. До скорого.